Происходили бои-столкновения. Результаты смогу только озвучить завтра, поскольку очень много потерь понесла сторона украинской армии. Вам же я могу озвучить официальные данные по потерям фашистской холмы. Наши потери за последнее время мы здесь взяли за 10 дней со 2 по 12 мая. Наши потери со 2 по 12 мая составили 8 человек убитыми. Трое ранее. Я имею в виду это силы ополчения. Это не считая армянских лиц, которые были расстрелены на поселке Андреевка и в ходе боя-столкновения на Семеново. В общем, зачитывали. Общие потери фашистской киевской карательной холмы за 2-е, 12 мая 2014 года. Общая сложность 650 убитых и ранних пленных из них, 285 экстремистов правого сектора, в основном вошедших в состав национальной гвардии, 120 украинских наемников спецбатальоны Коломорского, Днепр и Азов. В Мариуполе убиты руководители наемников Коломорского, Димитенко и Береза. 90 сотрудников СБУ Украины. Сумская Альфа полностью уничтожена. Киевская, Полтавская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Винницкая, Житомирская Альфа понесли большие потери. 70 иностранных наемников. Польская частная военная компания АСБС АТАГО потеряла 6 человек. Американская частная военная компания ГАИСТОУ 14 человек. Американская ЧВК Академии до 2009 года, известна как Блэкбота, 50 человек. 40 военнослужащих 95-й аэромобильной житомирской бригады. 25 сотрудников ЦРУ и ФБР. 13 убитых, 12 раненых. 20 сотрудников МВД. 8 боевых вертолетов Ми-24, Ми-17, Ми-8. 1 хамер, 3 гаубы ЦД-30, 6 БТР, 4 БМВ. Если это, такие потери, не являются свидетельством боя и столкновения над нашей войной, то я уже не знаю, что еще киевской хунте надо для признания нас, как воюющей стороны. Если надо им, чтобы все признали их, ну в конце концов мы это озвучили, мы придем в Киев. Но когда мы придем в Киев, мы предъявим за все. Мы знаем кому и знаем как. Вот. В принципе, пока... А, извините, что у нас таких больше нет.